Бытие Лот увидел и встал, чтоб встретить их, и поклонился лицем до земли, и сказал «Государи мои, зайдите в дом раба вашего, и ночуйте, и умойте ноги ваши, и встаньте поутру, и пойдете в путь свой». Но они сказали «Нет, мы ночуем на улице». Книга Иова. Глава 38. Стихи с 4 по 7. Где был ты, когда я полагал основание земли? Скажи, если знаешь. Кто положил меру ей, если знаешь? Или кто протягивал по ней верфь? На чем утверждены основания ее? Или кто положил краеугольный камень? При общем ликовании утренних звезд, когда все сыны Божьи восклицали от радости? Книга пророка Исаии. Глава 6. Стихи с 1 по 7. В год смерти царя Озии видел я Господа, сидящего на престоле высоком и превознесенном, и края риз его наполняли весь харам. Вокруг него стояли серафимы, у каждого из них по шести крыл, двумя закрывал каждое лице свое, и двумя закрывал ноги свои, и двумя летал. И взывали они друг к другу, и говорили, свят, 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 Господь Саваоф, вся земля полна славы его. И поколебались вверхи врат от глаза восклицающих, и дом наполнился курениями. И сказал я, горе мне, погиб я, ибо я человек с нечестивыми устами, и живу среди народа также с нечестивыми устами. И глаза мои видели царя, Господа Саваофа. Тогда прилетел ко мне один из серафимов, и в руке у него горящий уголь, который он взял клещами жертвенника и коснулся уст моих. И сказал, вот это коснулось уст твоих, и беззаконие твое удалено от тебя, и грех твой очищен. Книга пророка Языкииля Глава первая стихи с первого по двадцатый И было в тринадцатый год, в четвертый месяц, в пятый день месяца, когда я находился среди переселенцев при реке Ховари. Отверзлись небеса, и я видел видение Божие. В пятый день месяца, это был пятый год от пленения царя Иоакима, было слово Господне к Языкиилю, сыну Вузия, священнику в земле Халдейской при реке Ховари, и была на нем там рука Господня. И я видел, и вот бурный ветер шел от севера, великое облако, и клубящийся огонь, и сияние вокруг него, а из средины его как бы свет пламени из средины огня, и из средины его видно было подобие четырех животных, и таков был вид их, облик их был, как у человека, и у каждого четыре лица, И у каждого из них четыре крыла, а ноги их, ноги прямые, и ступни ног их, как ступни ноги у тельца, и сверкали, как блестящая медь, и крылья их легкие. И руки человеческие были под крыльями их, на четырех сторонах их, и лица у них, и крылья у них, у всех четырех, крылья их соприкасались одно к другому. Во время шествия своего они не оборачивались, а шли каждое по направлению лица своего. Подобие лиц их, лице человека, и лице льва с правой стороны у всех их четырех, а с левой стороны лице тельца у всех четырех, и лице орла у всех четырех. И лица их, и крылья их сверху были разделены, но у каждого два крыла соприкасались одно к другому, а два покрывало тела их, и шли они, каждая в ту сторону, которая пред лицем его, куда дух хотел идти, туда и шли. Во время шествия своего не оборачивались. И вид этих животных был как вид горящих углей, как вид лампад. Огонь ходил между животными, и сияние от огня, и молнии сходило из огня. И животные быстро двигались туда и сюда, как сверкает молния. И смотрел я на животных, и вот на земле, подле этих животных, по одному колесу перед четырьмя лицами их, вид колес и устроение их, как вид топаза, и подобие у всех четырех одно. И по виду их, и по устроению их казалось, будто колесо находилось в колесе. Когда они шли, шли на четыре стороны, во время шествия не оборачивались, а ободе их высоки и страшны были они, ободе их у всех четырех вокруг полны были глаз. И когда шли животные, шли и колеса подли них, а когда животные поднимались от земли, тогда поднимались и колеса. Куда дух хотел идти, туда шли и они. Куда бы ни пошел дух, и колеса поднимались наравне с ними, ибо дух животных был в колесах. Послание к евреям святого апостолу Павла. Глава первая стихи шестого по четырнадцатый. Бог, многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках, в последние дни сии говорил нам Сыне, которого поставил наследником сего, через которого и веки сотворил. Сей будучи сияние славы и образ и постася его, и держа все словом силы своей, совершив собою очищение грехов наших, воссел Одесную престола, величие на высоте, будучи столько превосходнее ангелов, сколько славнейший пред ним наследовал имя. Ибо кому, когда из ангелов сказал Бог, «Ты сын мой, я ныне родил тебя», и еще «я буду ему отцем, и он будет мне сыном». Так же, когда вводит первородного во вселенную и говорит, и да поклонятся ему все ангелы Божии. Об ангелах сказано, «Ты творишь ангелами своими духов и служителями своими пламенеющий огонь, а о Сыне престол твой Божий в век века, жезл царствия твоего, жезл правоты». «Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие, посему помазал тебя, Боже, Бог твой елеем радости, боли и соучастников твоих. И вначале ты, Господи, основал землю и небеса, дело рук твоих. Они погибнут, а ты пребываешь, и все обвешают, как риза, и как одежду свернешь их, и изменятся. Но ты тот же, и лета твои не кончится. Кому когда из ангелов сказал Бог, «Седи, Одессный, меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих?» Не все ли они, суть, служебные духи, посылаемые на служение для тех, которые имеют наследовать спасение? Евангелие от Матфея, глава 18, стихи с 10 по 14. Смотрите, не презирайте ни одного из малых сих, ибо говорю вам, что ангелы их на небесах всегда видят в лице Отца Моего Небесного, ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее. Как вам кажется, если б у кого было сто овец, и одна из них заблудилась, то не оставит ли он девяносто девять в горах, и не пойдет ли искать заблудившуюся? Если случится найти ее, то истинно говорю вам, он радуется о ней боли, нежели о девяносто девяти не заблудившихся. Так нет воли Отца нашего Небесного, чтобы погиб один из малых сих. Святой Григорий Богослов Об ангелах Как солнечный луч из безоблачного неба, встретившись с видимыми, еще отражающими его облаками, из которых идет дождь, распростирает многоцветную радугу, и весь окружающий эфир блещет непрерывными и постепенно слабеющими кругами, так и природа светов поддерживается в бытии тем, что высочайший свет лучами своими непрестанно осиявает умы низшие. И источник светов Свет неименуем, непостижим, убегает от быстроты приближающегося к нему ума, всегда упреждает всякую мысль, чтобы мы в желаниях своих простирались непрестанно к новой высоте. А Светы, вторичные после Троицы, имеющие царственную славу, суть — святозарные, невидимые ангелы. Они свободно ходят окрест Великого Престола, потому что суть умы быстродвижные, пламень и божественные духи, скоро переносящиеся по воздуху. Они усердно служат высоким велением. Они просты, духовны, проникнуты светом, не от плоти ведут начало, потому что всякая плоть едва огустеет, как уже и разрушается, и не входит в плоть, но пребывают, какими созданы. Из них одни предстоят великому Богу, другие своим содействием поддерживают целый мир. И каждому дано особое начальство от царя иметь под надзором людей, города и целые народы, и даже распоряжаться словесными жертвами земнородных. Естество божества всегда неизменно и никогда не бывает вместо единого многим. Ибо есть ли что-нибудь совершеннее божества, во что могло бы оно уклониться? А множественность есть уклонение существа от себя самого. Второе место занимают великие служители высочайшего света, столько же близкие к первообразной доброте, сколько эфир к солнцу. А в-третьих, следуем мы воздух. И одно Божье естество совершенно неизменно. Ангельское же естество неудобопреклонно ко греху, а мы, третий род, удобопреклонны, и чем дальше от Бога, тем ближе ко греху. Посему-то самый первый святоносец, превознесшись высоко, возмечтал о царственной чести великого Бога и погубил свою святозарность. С бесчестием не спал сюда и, захотев быть Богом, весь стал тьмой. Хотя и легок он по природе, однако же не зринулся до низкой земли. С тех пор преследует он ненавистью тех, которые водятся благоразумием, и, раздраженный своей утратой, преграждает всем небесный путь, не хочет, чтобы Божья тварь приближалась к божеству, от которого он отпал, но пожелал, чтобы и люди участвовали с ним во грехе и омрачении. И сей завистник изринул из рая вожделевших иметь равную Божию ей славу. Так он за превозношение не зринутся своего небесного круга, но не спал ни один. И поскольку погубила его дерзость, то увлек впадение многих, именно всех, кого научил греху, как злоумышленник, склонивший к измене царское воинство, увлек из зависти к богомудрому сонму царствующего в горних и из желания царствовать над многими злыми. С тех пор явились во множестве надземные злобы, демоны, последователи злого царя, человекоубийцы, немощные, темные, зловещие призраки ночи, лжецы, дерзкие наставники в грехах, бродяги, винопийцы, смехолюбцы, смехотворы, прорицатели, двуречивые, любители ссор, кровопийцы, преисподние, скрывающиеся, бесстыдные, учители волшебства. Они, приходя, манят к себе и ненавидят тех, кто им отдается. Они вместе и ночь, и свет, чтобы уловлять то явно, то обманом. Таково это воинство, таков и вождь. Но Христос не истребил его единым движением воли, которым создал целый мир и которым мог бы погубить и его, если бы захотел, потому что трудно укрыться от разгневанного бога. Однако же не оставил он свободным врагам и его, но попустил ему быть в одно время среди добрых и злых, и воздвиг между ними жестокую взаимную брань, чтобы как враг подвергался и здесь ужасному позору, сражаясь с теми, которые немощнее его, так подвязающиеся в добродетели всегда имели славу свою, очищаясь в жизни, как золото в горниле, поскольку приближается кто к царю, постольку делается он светом, а с просветлением приобретает и славу. Поскольку Моисеева скиния наименована в слове, устроенной по образу истинного, то есть совокупности видимого и невидимого, то, проникнув за первую завесу и взойдя выше чувственного, возможно ли проникнуть нам во святилище, в мысленное и небесное естество? Но и его, хотя оно и нетелесно, не можем видеть нетелесным образом, почему называется оно огнем и духом, или и действительно таково, ибо говорится, «Ты творишь ангелами твоими духов, служителями твоими огонь пылающий». Разве творить значит здесь не более, как сохранять в подчинении закону, по которому созданы. Духом и огнем называется естество сие, частью, как мысленное, а частью, как очистительное, потому что и первая сущность приемлет те же наименования. Впрочем, да будет оно у нас не телесно или сколько можно близко к тому. Видишь, как кружимся в слове и не можем ступать далее. Разве простремся в той мере, в какой знаем, что есть какие-то ангелы, архангелы, престолы, господства, начала, власти, светлости, восхождения, умные силы или умы природы чистой, беспримесной, непреклонные или неуподопреклоняемые козлу, непрестанно ликовствующие окрест первой причины. Эти природы, как воспел бы о них иной или от первой причины озаряются чистейшим озарением, или по мере естества и чина, иным способом приемлют иное озарение. Они так вообразили и напечатлели в себе благо, что соделались вторичными светами и посредством излияний и передаяний первого света могут просвещать других. Они служители Божьей воли, сильны как по естественной своей, так и по приобретенной ими крепости. Все обходит. Всем и везде с готовностью предстают, по усердию к служению и по легкости естества. Сие умы прияли каждой одну какую-либо часть вселенной или приставлены к одному чему-нибудь в мире, как ведомо сие было все устроившему и распределившему. И они все ведут к одному концу. По мгновению зыждителя всяческих песнословят Божие величие, созерцают вечную славу и при том вечно, не для того, чтобы прославился Бог. Нет ничего, что можно было приложить к исполненному, который и для других есть податель благ, но чтобы не приставали получать благодеяния даже первые по Боге природы. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok